Вы тут не размывайте нам тосты, ладно? Знакомься? Знакомься, но я... Вот Маш Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. И еще одна сильно выпивающая. Которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Это задельфининное слово расшифровывается как «женщина не очень тяжелого поведения». И да-да, вы не ошиблись, это все говорит российский пропагандист Евгений Сатановский про российскую пропагандистку Марию Захарову. Еще одна сильно выпивающая. Которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Ну, как говорится, не в бровь, а в глаз. Но вот услышать такое от представителя российского пропагандистского истеблишмента, согласитесь, было крайне неожиданно. Я просто похлопаю. Но это еще не самое удивительное событие, произошедшее в России за последнее время. Настоящим открытием стала грызня между депутатом-единороссом из временно оккупированного россиянами Татарстана и кланом Кадыровых из временно оккупированной имиджи Ичкерии. Значит, первый вопрос, который я вас задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем. Наш глава, субъект Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Привет! Я Арсен Сымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем тот жабагадюкинг, который воцарился между представителями российской власти теперь уже и в публичном пространстве. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарий, чтобы такой грызни становилось больше и она привела к конкретным и очень печальным для ее участников последствиям. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го и давайте начинать! Польские военнослужащие, вы храните настоящие духа. Вы тут не размывайте нам тосты, ладно? Знакомься? Знакомься, ну я... Это видео, снятое 7 лет назад, снова набирает популярность в сети. Случилось это после того, как пропагандист Сатановский напомнил всем, кем является официальная представительница российского МИДа, преступница Мария Захарова. Еще одна сильно выпивающая. Ну вот, казалось бы, кто бы мог с этим поспорить? Вроде как всеобщее достояние. Тем, кто хотел бы очистить честное имя великой дипломатки, лучше бы просто помолчать, чтобы не привлекать к этой теме лишнего внимания. Но нет! Оказалось, что кризисная коммуникация в России переживает кризис. Сначала на сайте так называемого Министерства иностранных дел России появилась вот такая фотография с огромной пометкой «фейк» и подписью о ложных высказываниях в адрес российских дипломатов. А дальше следующее заявление. 17 октября 2023 года в эфире YouTube-канала израильского журналиста Вальдман Лайн президент некоммерческой организации некоммерческого фонда Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания в отношении специального представителя президента России по Ближнему Востоку заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и официального представителя директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. После этого, я думаю, у всех у вас возникло два вопроса. Во-первых, кто такой этот Богданов? А во-вторых, что же о нем сказал пропагандист Сатановский? Богданов – это такая рука Путина Лаврова на Ближнем Востоке. Еще с 90-х годов он то скитался по этим краям в качестве российского посла, то возвращался в Москву помогать тамошним вождям разбираться с этим самым Ближним Востоком. Исходя из того, что его дважды отправляли в длительные командировки, а потом снова возвращали, можем сделать вывод, что в Москве были время от времени недовольны его деятельностью, но неоднократно давали ему еще один шанс. Сатановский приоткрывает завесу и рассказывает, чем прославился этот самый Богданов. И понятно, что вот сильно спившийся замминистра Богданов, который еще в Каире послом бухал как не в себя, он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет, но ему 71 год, ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда, золотых парашютов не дает. Ну, вы поняли. Но главной идеей Сатановского оказалось все-таки не пьянство российских дипломатов, а их коррумпированность. По его мнению, и Богданов, и Захарова сейчас работают вовсе не только на свою великую и необъятную родину. А Израиль же денег не платит, правда, золотых парашютов не дает. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги. Вот Маш Захарова, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. Ну, а дальше вы уже слышали. Ну, вот, правда, ни про какую коррумпированность и взятки со стороны исламского мира никто даже не оправдывается. Видимо, потому что в России взяточникам быть вообще не стыдно. Это нормально. А так называемые золотые парашюты, то есть пожизненное членство экс-политиков в каких-нибудь советах директоров различных компаний, так это вообще то самое, ради чего в их вселенной и строится политическая карьера. Но вот когда твоих топ-дипломатов и по совместительству пропагандистов на глазах у всего мира называют алкашами и женщинами лайтового поведения, ну, тут уже как-то неудобно. Поэтому, помимо самих подчиненных Богданова и Захаровой, за них, этих так называемых дипломатов, начали впрягаться еще и другие влиятельные пропагандисты. Вот что изрыгнул по этому поводу нацист Антон Красовский. Любой знающий Машу Захарову человек скажет, что никогда, вот просто никогда не видел ее. Не то, что пьяный, но просто выпивший. О том, насколько в этом вопросе стоит верить Красовскому, можно судить вот по этому выпуску. И в конце концов, обставленный иконами и все так же пьяный Красовский начинает исповедоваться. Я понимаю, что я грешный человек, я понимаю, что я не соответствую множеству понятий. Ну и именно после нынешней правды матки Красовского в интернете снова начали перепощивать известные видео с той самой выпивающей Захаровой. После первой незакосы. Ну и что же в итоге? Неужели все эти разоблачения сошли Сатановскому с рук? Неужели все обошлось просто опровержениями, в которые вряд ли много кто поверил? Конечно, нет. Россия, как нормальное репрессивное государство, сразу же решила наказать предателя. Сначала его заставили извиниться. Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. По вину голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений, написал он в своем телеграм-канале. А потом и отогнали от корыта, уволив с пропагандистского телеканала «Соловьев Лайф», где он имел бесчестие вести целую авторскую программу. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и Северночайному полномочным послам господину Богдану и господину Захарову за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывания допущены сотрудникам нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Конечно, недопустимое. Взять и сказать правду. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его ютуб-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерства иностранных дел. Ага, то есть Захарова своим поведением не оскорбляет Министерство иностранных дел и Россию в целом. А вот Сатановский своими словами получается оскорбил. Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Но самое интересное, что на этом невероятные приключения Сатановского в России не закончились. Он не только не уехал в Израиль, но и продолжил разоблачать российскую власть. Уже после увольнения он еще раз вышел к тому же блогеру и выдал следующее. Я говорю, что для нашей страны ну, час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. И ведь опять чистая правда. Единственное, Россия распадется сильно раньше, чем в 30-е годы. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя у меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной. Обязательно ждем рассказы об этом в новом выпуске израильского блогера. Ну, а теперь самое интересное на сегодняшний день. И как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какой-нибудь мелкая, слабенькая дерьма. Своё место и поставит. Вон, Медведев был пример. А теперь можете попробовать угадать, какое слово на этот раз мы были вынуждены задельфинить из-за правил Ютуба. Поделитесь своими версиями в комментариях. Ну, а теперь три, два, один. Расшифровываю. Сатановский назвал Медведева маленькими и слабенькими экскрементами. В общем, разошелся по полной. И после просмотра этих видео все-таки закрадывается вопрос. А Израиль точно не дает золотой парашют? Ну, впрочем, если бы давал, Сатановский, наверное, до сих пор не сидел бы в России, а давно был бы в Израиле. Возможно, в экс-президенте российского еврейского конгресса Сатановским взыграла какая-то историческая совесть хотя бы в отношении Израиля. Когда Россия фактически атаковала его страну со всей своей пропагандистской мощью. Но, впрочем, за свои преступления против Украины этот персонаж точно ответит. И идеализировать его ни в коем случае не стоит. Ну, а теперь вишенка на торте. Выступление депутата из временно оккупированного Россией Татарстана. Наш глава, субъект Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Я подчеркиваю, это не какой-то там оппозиционер-либерал, который всю жизнь боролся против путинского режима. Это депутат от этой самой так называемой «Единой России», который служит этому режиму. Но даже он не понимает, как можно было выкрасть человека из СИЗО в другой области, вывести его, пустить к нему несовершеннолетнего, а потом наградить этого самого несовершеннолетнего, то есть сынка Кадырова, званием Герой Чечни. Дальше, развивая свою вот эту идею, значит, присваивая ему говорить, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить? И тишина. И тишина. В каком правовом поле мы сегодня живем? Отвечаю. Вы не живете ни в каком правовом поле. Вы живете далеко за пределами любого правового поля. Для империи не существует преступников и не существует жертв. Нет никаких правил, прав, нет никакой логики, нет в ее имперском понимании даже мусульман или православных. Есть только интересы империи, то есть того зла, на котором она держится. И любой, кто эти интересы затронет, будет преступником. А кто поддержит зло. Либо, если повезет, на короткое время станет героем этой империи. Если повезет чуть меньше, он будет просто жить. Если совсем не повезет, то он все равно в конце концов станет жертвой империи. И вот таких невезучих, кстати, большинство, почти все ее жители, даже лояльные. Империя будет тащить за собой в могилу всех и каждого, пока сама существует. Если кто-то думает, что сможет отсидеться, пока оно как-то само рассосется, вы глубоко ошибаетесь. Империя съест все и всех, если вы не уничтожите ее первыми. Она съест даже самых лояльных имперцев. Ну просто посмотрите, как вечером того же дня запел этот самый депутат Единоросс. Выступая на заседании Госсовета Республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношения между братскими народами. Все хорошо, только у меня один вопрос. А в каком месте эти народы братские? Что их объединяет? Русский язык? Флаг Триколор? Или тот факт, что Татарстан, как и другие богатые регионы, спонсирует давно обескровленную империей бедную Ичкерию? Или же все-таки татар и чеченцев по-настоящему объединяет мусульманская вера и общие традиции, которые не имеют никакого отношения к центру империи и которые будут объединять эти самые народы намного больше, когда империи не станет? Это вопросы риторические, но ответы на них знаете вы все. Поэтому самой главной идеей честных людей, которые по какой-то причине продолжают жить в Российской Федерации и платить налоги Путину должна стать борьба, действенная борьба против этой самой империи и освобождение от бремени Москвы. Посмотрите, в какой агонии находится сейчас эта империя. Ее апологеты грызутся друг с другом, оскорбляя друг друга, увольняя, заставляя якобы извиняться. Это очень хороший сигнал. Сигнал к тому, что время действовать. Помните, что в нынешнее время любые проблемы для так называемой Российской Федерации, будь то какие-то стратегические объекты, лица, принимающие решения или какие-то просто символы империи, это серьезная головная боль и рано или поздно у этого террористического государства просто не хватит сил, чтобы все эти пожары тушить. Я призываю вас пользоваться моментом и начинать собственную борьбу против зла, которое пока еще вас окружает. Ну и, конечно, против того зла, которое сейчас изо всех сил пытается уничтожить Украину. Призываю вас донатить на ВСУ вот по этому QR-коду или по ссылке в описании к ролику. Помните, что каждая копейка важна, ведь она спасает жизни людей и приближает этот самый конец империи. Ставьте лайк этому видео, делитесь мнением по поводу увиденного и услышанного в комментариях, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на меня в социальных сетях. До встречи в следующих выпусках разбора помета Слава Украине! Продолжение следует...